Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Я сегодня вновь в своей гоменпроектической мастерской и в данном видео речь пойдет о выравнивании вот таких сегментных колец. В одном из прошлых роликов я показывал уже, как поравнять поверхности с помощью наждачной бумаги, закрепленной на круг. Но там же я сказал, что таким способом выравнивать такие сегментные кольца не совсем продуктивно. Ну то есть если два-три для склейки нужно, но в принципе можно и наждачкой. Но если вот как я например наклеил за вчерашний день, такую стопочку постарайтесь по 5 минут потратить на каждое и уже это будет прям такое хорошее время потрачено. А его тратить на это не сильно хочется. Поэтому я предпочитаю конечно же склейки эти выравнивать фрезером. Здесь я ровняю торцовочные доски, спилы и все подряд. Ну и здесь же буду ровнять сейчас и вот эти сегментные кольца. Достаточно заготовочку в двух местах подклеить и она хорошо держится. А после того как ты поработал, детальки хорошо снимаются. При этом если заготовочки вклеить, тут у меня вымажутся. Ну ничего страшного. Дальше ведь будет токарная обработка и это все подчистится. При выравнивании таких сегментных колец оптом, но есть конечно своя проблема. Вот видите, заготовочки были разной толщины, поэтому выравнивать все в один в тонкий слой, но нет смысла. Поэтому эти будут выровнены в одну толщину, а эти в другую. отставлю хоть на какое-то расстояние, чтобы потом фреза, когда чуть-чуть ниже опустится, обработаю эти поверхности. Установить их надо таким образом, чтобы соседние уже выровненные кольца не пострадали. Ну и теперь можно наклеить вот сюда и самые тонкие. Но с тонкими есть проблема. Проблема конечно больше не с кольцами, а проблема с фрезовой. Вот я в прошлый раз показывал, как вот этим фрезером работаю с такой большой фрезой. Но у этой фрезы как несомненные плюсы есть и минус. У этой фрезы ножка короткая. В общем опустить фрезу, чтобы она достала и до тонких колец, нет возможности. Поэтому у меня здесь приготовлена специально вот такая подставочка, чтобы вот эти кольца у меня стали повыше. Конечно, если это все готовить отдельно и только на один раз, это наверное долго. И тогда ваш случай, наверное, и есть вот это вот ровнять на наждачке. Или как мне один коллега там писал. Лучше воспользоваться ленточной шлифмашиной. Причем ручной. Ну не знаю, ленточной шлифмашиной. Я думаю, что ровно все-таки так не сделать, как бы этого хотелось. Кольца тут у меня аккуратненько склеены, но больших перепадов нет. Поэтому думаю, что если полтора миллиметра тут снимать за один проход, я за один проход выравниваю кольца на нужную толщину. Включу полеудаление и можно начинать. Дальше регулирую здесь быстренько высоту. Фреза до упора. Прибавляю 1 миллиметр. Фрезерую эти кольца. Чтобы вот эти самые высокие не спортить, я их снимаю. Ну их в любом случае надо снимать, чтобы приклеивать кверт ногами. Вот, смотрите. Ровненько и чистенько. Ну и теперь фрезерую средний ряд. Чтобы не залезть вот уже на отфрезерованные, здесь просто поставлю струбцинку. Фрезерую средний ряд. Отрываю, переклеиваю и фрезерую вторые стороны. Кто считает, что спиртом быстрее растворить клей, пальчик вверх. Теперь у меня в высоком ряду остается только две заготовки. Так как, смотрите, вот это было. Вот так она была высокая, а вот здесь, ну, сегментов не хватало. Осталось немножко дубовых, немножко ясеневых. Они по толщине разные, поэтому теперь она совпадает вот со средним рядом. Вот так вот. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...